Камала Харрис начала борьбу за выдвижение в качестве кандидата на выборах президента США. Ее предвыборный штаб уже собрал 55 миллионов долларов в пожертвовании. О том, чего ждет от потенциального выдвиженца политическая элита и как это может повлиять на ход выборов в целом, в нашем следующем материале. Вице-президент США Камала Харрис может стать первой цветной женщиной, выдвинутой основной партией на пост президента страны, после того, как Джо Байден выбыл из гонки и поддержал ее в качестве нового кандидата. По данным BBC, политик уже провела ряд телефонных переговоров, чтобы заручиться поддержкой видных демократов, среди которых законодатели и губернаторы. На это у Харрис остается не так много времени. Голосование за кандидата от демократов пройдет уже через месяц. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить демократическую партию и объединить нашу нацию, чтобы победить Дональда Трампа и его экстремальную программу. У нас осталось 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем бороться и вместе мы победим. Несмотря на сжатые сроки, по мнению аналитиков из университета Холстера, у Камалы Харрис есть все шансы, чтобы успешно провести предвыборную кампанию. В 2020-м она уже баллотировалась на пост президента, но после вышла из гонки, уступив Джо Байдену. Я думаю, вице-президент Харрис, находясь на своем посту и имея опыт проведения президентской кампании ранее, имеет все шансы на то, чтобы провести успешную предвыборную кампанию. Это один из немногих кандидатов от демократической партии, который может это сделать менее чем за 4 месяца до начала выборов. Вместе с тем нужно учитывать и то, что текущие рейтинги политика нельзя назвать высокими. Камала Харрис не единственный потенциальный кандидат от демократической партии. Среди других возможных кандидатур эксперты университета Холстера выделяют губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома и министра транспорта США Пита Бутиджича. По мнению аналитиков, возможное выдвижение Харрис изменит предвыборную гонку, которая до этого напоминала состязание между Джо Байденом и кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом. Тем временем Харрис продолжает набирать политические очки. Предвыборный штаб главы США Джо Байдена уже официально переименован в Харрис президенты. Меньше чем за сутки сумма пожертвований превысила отметку в 55 миллионов долларов.